добрый день сегодня у нас вебинар посвящен такому явлению как сезонность и как соответственно с этой самой сезонностью обращаться в рп управление предприятием значит чего мы с вами начнем ну во первых давайте мы как обычно посмотрим вот на эту вот общую схемку крупнее вот значит что мы здесь должны увидеть на самом деле вот эта вот схемка она не очень отражает нашу тему чем тут проблем на прошлых вебинарах кто к моим вебинаром подключался мы с вами разбирали как от потребности продаж потребности производства потребности каких-то внутренних операций прийти к удовлетворению этой потребности то есть по сути дела речь шла о тянущем методе управления запасами есть потребность производства закупаем материалы там есть потребность у продажников что-то производим в соответствии с этой потребностью вот собственно говоря вот это вот модуль обеспечения потребностью он направлен именно на тянущую модель но помимо тянущей модели существует еще такая вещь как толкающая модель и напомню вам давайте и напомню вам вот когда мы смотрели как формируются заказы поставщикам вы видели что заказ помимо ручного формирования он может быть создан по потребностям это соответствующие соответственно будет тянущая модель и он может быть создан по плану по плану и это будет толкающая модель забегая чуть вперед на это наверно уже тема отдельного выбираем вебинара вот эту тянущую и толкающую модель в принципе можно совместить то есть получить такого тени толкая но это как бы уже выходит за рамки нашего рассмотрения но сегодня у нас будут обсуждаться моменты связаны именно с планированием потому что сезонность у нас проявляется именно так давайте вернемся к презентации и пару слов о том что такое сезонность ну я думаю что все вы более или менее себе представляете смысл этого термина сезонность цикличность это предсказуемые периодические изменения уровня продаж уровня спроса как правило зависящие от времени года то есть если вы видите на графике продаж или на графике спроса зафиксированы каким-то другим способом волны с установленной периодичностью то мы можем говорить о том что существует сезонная модель продаж ночка отклонюсь в сторону вообще говоря существуют определенные численные методы которые могут явным образом подтвердить наличие сезонности даже при достаточно таком мутном графике но это опять не наша тема еще значит один момент который надо представлять себе почему я написал сезонность скобках цикличность на самом деле вот эти вот периодические колебания периодические волны они могут быть не только в годовом масштабе классическая сезонность это что-то продается там больше летом меньше зимой вот там или больше весной меньше осенью вот это вот считается такой классической сезонностью на самом деле вот такая вот периодичность цикличность она может быть и внутринедельный я думаю все вы понимаете что там внутринедельная сезонность она скажем для любого магазина работающего в какой-то там парковой зоне она вполне реально любой супермаркет я думаю перегружен в первую очередь в выходные дни вот внутримесячная может быть сезонность внутриквартальная вот то есть это более широкое понятие и чисто годовой ее не всегда можно свести хотя конечно вот эта вот годовая цикличность сезонность это наиболее распространенный случай и на самом деле система 1СРП она ориентируется именно вот на такую годовую сезонность вот что касается какой-то более мелкой цикличности вот там внутри дневной внутринедельной внутримесячной этот вариант в явном виде в программе отсутствует хотя тут тоже есть определенные хитрости но о них я упомяну я думаю в самом конце итак давайте мы вернемся с вами к программу и посмотрим где именно мы включаем эту самую сезонность включается она в одном и том же месте и нас и администрирование бюджетирование и планирование естественно нас будет планирование интересовать и вот тут мы видим вот тут мы видим флаг сезонные коэффициенты которые позволяют эти самые сезонные коэффициенты включить и вторая настройка это периодичность указания сезонных коэффициентов вариантов тут всего два месяц и неделя то есть мы определяя сезонность можем ее определить в разрезе месяца можем в разрезе недели никаких других вариантов увы здесь нет и еще одна неприятность не неприятность но особенность мы эту самую периодичность можем определить один раз то есть мы ее устанавливаем какая она у нас будет в системе и все либо мы решаем что мы будем сезонную динамику смотреть в месячном разрезе либо в недельном ну теоретически конечно менять это можно но на самом деле вот эта вот настройка она не относится к числу тех которые можно в системе менять совершенно свободно это то что надо установить и не трогать где мы видим эти самые сезонные коэффициенты где они задаются ну значит тут все просто идем в бюджетирование и планирование ну естественно надо смотреть настройки справочных и вот есть естественно нас интересует планирование запасов и мы видим что сезонные коэффициенты ну вот пожалуйста у нас есть рабочее место которое позволяет задать какие-то коэффициенты сезонности сейчас я это сделаю мы попробуем задать сезонный профиль но прежде чем перейдем к этому я хотел вам показать одну вещь значит вот сейчас мы видим вот эту вот самую динамику в месячном разрезе первый месяц второй месяц третий месяц и так далее давайте посмотрим что было бы если бы я задал неделю еще раз повторяю вот этого делать не надо да я тут конечно немного похулиган вот но вообще говоря менять это не стоит уже в базе в рабочем если мы начали что-то планировать так сезонный смотрите что здесь интересно здесь интересно сам подход к понятию неделя который используется в программе дело тут вот в чем и из вас кто занимался планированием в разрезе недели а это очень удобная вещь на самом деле потому что с одной стороны дает некий уровень абстракция с другой стороны не дает расслабляться вот вы наверняка сталкивались с такой проблемой проблема первой недели проблема первой недели года как ее считать и значит понятно что если год начинается с понедельника или со вторника тут как бы никаких вопросов не возникает вот этот вот кусочек там первое седьмое или первое шестое это и будет первая неделя а ну как год начнется с воскресенья тогда что вот этот вот один день да еще явно выходной считать ли его полную неделю а если с субботы первое второе будет неделя или не будет и в общем то здесь дискуссия она бессмысленна потому что в этом случае мы там опустимся до известного диалога мартышки и слоненка сколько камней кучка а сколько нет вот и на самом деле подходит к вопросу очень просто смотрят ежедневник и там очень часто дается вот эта вот нумерация недели беда в том что в разных ежедневниках она разная и периодически это приводит к определенным ляпсусам это реальная ситуация говоря у меня они были тоже так вот значит чтобы не было разночтение в 1с все очень просто в 1с первая неделя года это вне зависимости от дня недели всегда первое с первого по седьмое первое января тире седьмое января это всегда первая неделя трактовки сезонности в 1с ИРП в 1с УТ в 1с комплексная автоматизация вот вторая с восьмого по четырнадцатая ну и так далее и так далее и так далее ну как бы это конечно дает определенную предсказуемость в том что мы увидим но это не всегда конечно удобно вот нам как бы чисто психологисты планировать там со вторника по вторник это как бы неудобно вот ну вот такая особенность а сейчас давайте я поставлю все назад пусть снова будет месяц так и давайте мы с вами создадим новый сезон офисцент ну например давайте это назовем продажа оркотехники продажа оркотехники вот у нас появилась вот эта вот просим сезонно и давайте его заполним так 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 обратите внимание что мы этот профиль можем не только заполнить от руки но и рассчитать по статистике но сейчас у нас такой статистики пока нет значит и этот профиль мы можем профиль сезонности мы можем увидеть на графике прямо здесь значит вот зелененькая продажа оргтехники вы видите что у нас сейчас прямая линия так как я и задал ну давайте мы с вами вернемся сюда и сделаем что-нибудь поинтереснее например июль у нас будет по-прежнему один в августе мы зададим роз в двое сентябре в четверо ну и дальше запрограммируем падение назад вот такой вот будет горб здесь сентябрьский смотрим ну вот вот он вот мы видим график который вы здесь видите он может отталкиваться не только от введенного значения но и от нормируемых значений то есть ну по сути дела все задается в долях единиц ну так же наверное стоит отметить что вот эти вот коэффициент которые здесь заданы это именно коэффициенты то есть не надо думать что они в сумме там должны быть равны 12 или 100 или 10 или чему-то там еще вот они могут быть абсолютно любыми так давайте сохраним то что мы сделали и проверим потому что в предыдущих версиях они иногда после сохранения летали нет все нормально вот здесь у нас все на месте так что мы делали? теперь с вами сделаем теперь мы должны с вами определить какие конкретно номенклатурные позиции относятся к оргтехнике естественно программа этого пока не знает посмотрим справочник номенклатуры и подберем чего-нибудь чего-нибудь так ну пока у нас здесь нет вот пожалуйста значит в виде номенклатуры есть ксеркс принтер открываем карточку номенклатуры ксеркс и смотрим у нас здесь есть сезонная группа вот она и задаем сезонную группу имеющихся и так ну все таким образом мы указали что для церкса будет характерна именно вот такая вот динамика и последнее что еще здесь хочу показать обратите внимание что у нас в разделе НСС, здесь классификаторы номенклатуры, и здесь у нас сезонные группы, вот, они здесь тоже доступны. Но здесь мы можем ввести только сами сезонные группы, но при этом вполне можем запустить то рабочее место, которое мы с вами раньше видели. Хорошо, значит, мы с вами уже сезонность задали, теперь давайте посмотрим, как эта сезонность будет работать. Что мы для этого с вами сделаем? Давайте мы пойдем в бюджетирование и планирование, и зададим сценарий планирования, чтобы было понятно, мы не будем использовать то, что у нас раньше было, зададим сценарий, который будет называться месячное планирование. Естественно, периодичность месяц. Кстати, вот обратите внимание, сама работа с планированием. последняя версия, а мы с вами сейчас находимся в версии конфигурации 25391, она изменилась, она не такая, как в предыдущих 2.4, тут есть кое-какие дополнительные настройки, но об этом позже, наверное, то это отдельный вебинар, наверное. Так, ладно, значит, это сделали, это сделали, больше ничего, наверное, здесь не надо показывать количество планирований. так, ну хорошо, записать и закрыть. И теперь для месячного планирования давайте создадим вид плана. наименование, ну не будем мудрить продажи месяц. Суммирующие, ну, наверное, все, детализацию пока трогать не будем, настройки заполнения, ну да, вроде бы все нормально. Все нормально, заполнять по, давайте возьмем заполнять по источникам, заполнять по источникам и здесь название продажи месяц, так и напишем, по источникам. И теперь мы можем с вами начать планирование. Как это будет выглядеть, ну, во-первых, мы создадим план продаж по номенклатуре, и мы создадим план продаж на июль месяц. Так, сценарий месячного планирования, продажи месяц на июль месяц по источникам на июль месяц товара, добавить Xerox 100 штук. Обращаю внимание, мы сейчас автоматизацией не пользуемся, мы с вами будем пользоваться вот для изначального плана, зададим ручками 100 штук. План у нас будет утвержден, чтобы совсем было красиво, план будет утвержден первым числом июля месяца, провести и закрыть. Так, вот так вот. Ну, вот он. Поскольку он как бы уже в прошлом, для того, чтобы увидеть, надо снять вот эту галочку, только актуально. Что мы сделаем дальше? А вот следующий план давайте попробуем с вами сделать уже автоматически. Каким образом это будет выглядеть? Поскольку он у нас создается по источникам, мы сейчас с вами зададим источник. Источник данных планирования. Называться он у нас будет по планам продаж. Схема компоновки данных. Схема компоновки данных. Давайте выберем что-нибудь из того, что есть. У нас должен быть стандартный план. Вот, пожалуйста. Планы продаж. Для этой схемы компоновки настройка задается со смещением периода. Записать и закрыть. Ну, вот источник данных у нас тоже есть. Давайте по нему создадим план. План продаж по номенклатуре. Создаем. Месячное планирование. Так. С 1 августа давайте по 30 сентября зададим. Так. Товары и настроить правила и заполнить. Ну, в принципе, тут источник заполнения количества вполне понятен по планам продаж. Заполнить документ и, как вы видите, ничего не заполнять. Почему так получилось? Еще раз. Настроить правила и заполнить. Источник мы указали, но давайте откроем настройки источника и обратим внимание на вот эту настройку. Очень удобно. Смещение периода. Смещение периода 0. Давайте попробуем поставить минус 1. Минус 1. Ну, и вы видите, что у нас заполнился только август. И заполнился он тем же самым количеством 100. Ну, как вы видите, у нас вполне работает вот это самое смещение. То есть программа действительно посмотрела в прошлое. Увидела, что у нас был план на июль 100 штук. И она установила на август план 100 штук. Почему не установлен план на сентябрь? Потому что, опять-таки, смещение на один период назад это на план августа, а план августа у нас пока еще никакой. Поэтому и сентябрь у нас тоже никакой. Значит, соответственно, если бы мы установили вот здесь не минус 1, а минус 2. Ну, вы видите, что тут ситуация будет немножечко другой. Август не заполнен, потому что июня нет, а сентябрь заполнен, потому что он заполнился по июлю. Хорошо. Значит, тогда давайте мы вернемся в прежнюю ситуацию. Во-первых. Так. А во-вторых, давайте попробуем все-таки подключить сезонность. Еще раз исправим правила. И я обращаю ваше внимание еще вот на что. Мы с вами сейчас взяли, в общем-то, единственные данные, которые были в программе. Но вот планирование по источникам, оно позволяет брать данные из любого сценария абсолютно. То есть тут никаких ограничений для нас не указывается. Откуда хотим, отсюда берем. Вот. Ну, если бы мы выбрали по формуле, там можно было бы взять только из данных того или из сценария. Так. Ну, вот, собственно говоря, это настройка. Изменить на сезонный крест цен. Давайте поставим да. И... Сейчас. Вот. Вот. Тут вот почему-то сразу же вот это вот, а вот в обратную сторону работает. Значит, вот эти вот две настройки, да, и вот эта галочка, они взаимосвязаны. Видите? Вот. То есть вот здесь только почему-то вот так... А, нет. Работает. Так. Итак. Поставили изменить на сезонный коэффициент. И давайте попробуем, что будет. Ну, вот, смотрите. 200-194. Ну, еще какая-то поправка на период, на длину периода, видимо, пошла. Значит, давайте, чтобы вот такой глупости у нас не было. Давайте мы с вами округлить до единицы поставим. Ну, вот теперь все красиво. Ну, вот, собственно говоря, базовая схема работы с сезонностью у нас вполне себе получилась. То есть мы учли вот этот коэффициент сезонности при создании плана. Естественно, я самый простой вариант взял. План по плану. И... Но, тем не менее, это будет работать и для любых других источников. Просто будет владеть соответствующая корректировка. То есть мы могли бы оттолкнуться от факта. В принципе, было бы то же самое. Так. Вот по этой базовой схеме есть какие-то вопросы. Так. Меня вообще слышно? Раз-раз. Так. Ну, вот так я... Да, вопросов нет. А вот теперь давайте тогда поговорим о тонкостях. Какие здесь существуют тонкости? Ну, во-первых, давайте посмотрим с вами, работает ли это... Ну, имеется ли соответствующая настройка для варианта, когда мы делаем планирование не по источникам, а по формуле. Так. Убираем. Так. Убираем. Хорошо. Так. И посмотрим, как это будет выглядеть в самом плане. ... И посмотрим здесь рабочее место, который позволяет нам задать формулу. В числе вспомогательных операндов у нас есть особый операнд сезонный коэффициент. Используя этот операнд в формуле, мы, соответственно, с вами и можем учесть эту самую сезонность. Давайте попробуем это сделать. Сезонный коэффициент умножить на планы продаж. Проверим формулу, ошибок нету. Задать. Предыдущий период будут браться данные из базы за июль. Ну, попробуем. Ну, не будем разбираться с тем, почему столько вывалилось, но вы видите, что для ксеркса мы получили ровно тот же результат. Соответственно, при работе с формулами механизм работает точно так же. Вторая тонкость, которая здесь есть. Когда мы с вами задавали сезонные коэффициенты, я не обратил ваше внимание на то, что здесь еще есть вот такая настройка. Группы бизнес-регионов. Что это такое? Ну, честно вам скажу, что я использование этой настройки на практике, в общем-то, видел, практически не видел. Но на самом деле у нас, если мы посмотрим справочник партнеры, мы увидим, что для партнера у нас доступна настройка бизнес-регион. То есть партнеры у нас изначально в базе могут классифицироваться по какому-то географическому признаку. Причем мы не просто можем классифицировать их. Здесь есть особый отчет. который позволяет посмотреть продажи в привязке к карте. Ну, вот здесь его нет. Вот. Сейчас, наверное, я уже, кстати, не буду. А, вот. Вот он. Карта продаж. Вот. Ну, тут вряд ли у нас сейчас чего-нибудь вылезет. Ну, вот вылезло, да. Нету данных для отображения, но тем не менее вот эта вот настройка бизнес-региона, она позволяет, значит, на этой карте показать, где именно у нас там произошли изменения, какие продажи там по региону идут. Ну, вот такая вот интересная функциональность, но используется редко. у бизнес-регионов существует еще одно применение. Мы можем задать сезонную группу бизнес-регионов, но по умолчанию прочее мы можем задать, скажем, север и юг. и вы видите, что мы можем к бизнес-региону по существующему или нам задаваемому привязать какую-то нашу сезонную группу. Для чего это делается? Дело в том, что мы, задавая вот этот вот профиль сезонности, можем его для различных сезонных групп задать, сезонных групп бизнес-регионов задать разные. Давайте вернемся в сезонные коэффициенты и добавим север. Обратите внимание, сейчас у нас и прочее и север покажем. Для севера мы отдельно профиль сезонности не задаем. ну а в случае, если мы этот профиль зададим, он может быть, естественно, другой по сравнению с основным профилем. Программа это будет учитывать. Единственное, что вот здесь есть одна очень важная деталь. У нас, в принципе, сезонные профили, они привязаны к номенклатуре. Но сезонные профили бизнес-регионов, они привязаны к партнерам. Поэтому, если мы хотим учитывать и вот этот вот момент, мы, естественно, планирование должны вести в разрезе партнеров. Обратите, пожалуйста, внимание. Да, давайте я вот это вот открою. Детализация. Детализация по клиенту. Или детализация по клиенту с объединенным планом по клиентам. Если мы не будем это использовать, программа, естественно, нужной информации, какой именно профиль сезонности надо применять в данном конкретном случае, она от нас не получится. Поэтому вот эта вот детализация, она будет необходима. Ну и, наверное, последнее, о чем хочется рассказать. Я в самом начале упомянул, что существуют и более гибкие механизмы, которые позволяют учесть не только вот эту стандартную сезонную динамику, но и использовать какой-то другой вариант. Отлично. Да, это есть, но вот это есть немножко в другой подсистеме. В подсистеме бюджетирования. Значит, у нас сейчас планируется целая серия вебинаров, связанных с подсистемой бюджетирования ВРП и, соответственно, на этих вебинарах мы все вот эти механизмы будем подробнее разбирать. Ну, на правах реклама я хочу вам сказать, что вот эта вот подсистема бюджетирования на самом деле, она является очень гибкой системой создания отчетов, причем отчетов план-факта, задания каких-то плановых значений, проведения фактического анализа. Ну, по сути дела, она близка по своей логике к подсистеме планирования, но подсистеме бюджетирования она как бы несколько мягче и имеет более широкий функционал. Как это может быть реализовано в подсистеме бюджетирования? Ну, во-первых, я вам говорил, что это очень близкая система и, в принципе, даже если мы возьмем сценарий, мы увидим, что мы данные сценария можем отображать в бюджетировании и в виде планов тоже есть соответствующая настройка, то есть данные планирования не в принципе могут быть в бюджетировании напрямую переданы, но и помимо этого существует еще такая интересная вещь в подсистеме бюджетирования, как не финансовые показатели. и вот не финансовые показатели, я не уверен, что здесь есть и это есть, вот. Значит, и не финансовые показатели, они тоже могут иметь периодичность, причем с совершенно различным диапазоном. И создавая новые не финансовые показатели, мы можем задать периодичный день, то есть мы можем задать коэффициент для каждого дня в диапазоне года, можем, скажем, для каждого дня в диапазоне декада. И вот здесь, за счет использования периодического нефинансового показателя, мы с цикличностью можем работать без тех ограничений, которые на нас накладывает подсистема планирования, а задавать практически любую комбинацию значений. Можно взять, скажем, поменьше. То, что мы с вами делали, это, по сути дела, год и месяц. То есть, у нас будет 12 значений для каждого месяца года. Можно задать 4 значения для каждого квартала года. Ну и так далее. Ну вот, в общем-то, все, что я хотел вам рассказать. Продолжение следует...